пришел черед пришивать привязывать вернее деталь верха и делать обвязку деталь верха я ее не пришиваю отдельно я ее сразу привязываю когда буду делать обвязку здесь я уже распределила места где у меня она будет где будут места присоединения о том как рассчитать количество петель и при вязании детали верха на стельку у меня есть отдельное видео ссылочку я оставлю вот подсказочка здесь ссылка будет в конце этого видео и в инфобоксе внизу оставлю ссылку на это видео там у меня я объясняю по поводу закрытого верха но в принципе ничего там особенного нет чтобы пересчитать на деталь верха усеченную обрезанную здесь в данном случае я провязала 30 рядов то есть у меня был наборный ряд и 30 ряд у меня был рядом закрытие и всего я провязала 29 рядов будем исходить из этого если наборный ряд мы еще можем как-то проигнорировать то ряд закрытием не советовал игнорировать потому что он все таки хоть половинку ряда но имеет место быть ему поэтому 30 рядов грубо говоря одна кромочная нить она подразумевает два ряда значит и у меня здесь косички значит каждая кромочная петля должна соответствовать одной косички то есть я делю 30 рядов пополам это 15 одна петля будет на контрольное скажем так присоединение ряда закрытия поэтому я здесь отчитываю для себя 16 косичек вот я отчитала у меня будет такое присоединение и я уже сейчас начну вязать начну вязать обычно с внутренней стороны потому что здесь будет фальш петля нужно будет делать фальш петлю нужно будет соединять все и чтобы было как бы меньше видно дефект есть некоторые такой недочетные чтобы он был меньше виден поэтому начну показ не с присоединение детали вверх а просто с обвязки что у меня здесь я буду вязать изнутри то есть лицевой части части стельки то есть я ввожу нет вот так ввожу крючок за обе перемычки которые у меня здесь есть то есть одна перемычка который у меня на стельке и вторая перемычка одна из косичек которая ближе ко мне это крайняя косичка на стельке беру ниточку завожу крючок хвостик оставляю и провязываю воздушную петлю делаю еще одну воздушную петлю и дальше продолжаю вязать столбики без накида за обе вот эти вот перемычки провязываю столбик без накида дальше опять ввожу за обе перемычки опять провязываю столбик без накида подхожу к определенному месту где я должна начать присоединять деталь верха вот моя деталь верха вот моя лицевая сторона здесь вот первая петля кромочная у меня крючок я его ввожу в петлю столбика без накида который у меня на обвязке затем провожу его через первую петельку причем не за обе дужки а за ближнюю камни дужку кромочные петли и ввожу крючок также за две перемычки захватываю нить и провязываю через все три петли на крючке столбик без накида дальше следующая перемычка меня вот здесь у кромочной петли заберу эту перемычку дальше у меня идет следующие две перемычки и даже не страшно что у меня здесь как-то вылез вылезла соединение до обратили внимание соединение нити я делала липкой лентой потому что она все равно все идет во внутрь мою вязку и опять провязываю все три петли следующую перемычку завожу и за 2 на стельке провязываю здесь у меня хвосты нитей тут несколько не очень удобно будет вязать но тем не менее очень хорошо они прячутся я беру задушку нитки пока хвосты выеду в сторону затем провожу через две перемычки и вернее через одну перемычку дальше стараюсь сделать так чтобы вот эти вот нити у меня легли между крючком вот в это вот как раз бороздочку между двух дужек и стараюсь попасть в ту дужку которую у меня крайне у края стельки вот так захватываю нить протягиваю через две дужки осторожно чтобы нитки у меня остались внутри через дужку кромочные петли и провязываю следующие опять ввожу за дужку кромочной и повторяю таким же образом закрепляя свои нити но здесь уже будет следующим проще опять за кромочную крайнюю тут протягиваю нить вытягиваю через дужку кромочной и провязываю столбик и продолжаю таким образом здесь очень хорошо фиксируются хвосты вот прямо намертво знаете ли потому что здесь идет такой вот качественное прижатие и провязываю дальше продолжаю так до присоединения встретимся здесь я дошла почти до крайнего своего присоединения хочу вам показать вот что получается с изнанки вот такой вот вот хвостики спрятаны вот кончики торчат очень хорошо спрятаны почему я беру за одну только крайнюю дужку когда присоединяю потому что если брать за 2 будет здесь создаваться очень большой подъем и объем далее на что обращаю внимание что делаем так сейчас покажу чуть попозже в общем обратили внимание даже что здесь как бы вот такая вот красота получается все ровненько спрятана и почему за одну дужку дальше вот я провязала последний ряд меня здесь и вот у меня вот это вот петелька вот вот эта петля это у меня последняя кромочная петля вот она я провязываю ее но у меня здесь идет петля соединения вернее вот это кромочная у меня уходит на закрытие ряда вот вот эту петельку сейчас кромочную сначала присоединяем задушку этот хвостик спрятать уже окончательно значит вот протягиваю вытянула петлю между дужками на стельке дальше протягиваю ее через перемычку детали верха и только потом делаю захват нити чтобы закрыть столбик без накида то есть у меня получается что я как бы придавливаю еще раз деталь верха вот столбиком сверху получается вот такая как ограничка красиво и лучше прижата деталька она не будет давайте знаете чего знаете когда большой объем здесь и мы надеваем тапочек и как бы ножка входит сюда у нас иногда получается так что края изделия тапка они как бы расходятся вот эта окантовка получается что-то потеряет по большому счету как бы форму а здесь я вот обратила внимание что когда делаешь так то как бы форма сохраняется и вот это вот обвязка она не расширивает не расширяется она сохраняет форму тапка поэтому вот как-то так лайфхак вам вот это вот душка от закрытия ряда я ее тоже как раз вот здесь моя граница просто-напросто закрепляю и продолжаю дальше дальше как обычно вижу столбики без накида так вот еще момент да здесь у меня есть прибавки как с прибавками с прибавками все очень просто у меня получается вот одна перемычка нижнего ряда а над ней была прибавка поэтому у меня две перемычки здесь будет также как и делаю прибавку провязываю в первую перемычку столбик без накида и опять сюда же ввожу ну только во вторую перемычку по краю стельки и продолжаю дальше и так на всех встречающихся прибавках с этой стороны точно также ну хорошо сейчас провяжу и остановлюсь на присоединение вот у меня присоединение следующей детальки мой следующей стороны метали верха у меня здесь была прибавка угловая один столбик я уже провязала теперь второй столбик я ввожу вот у меня закрепленный тут хвостик я ввожу крючок вот в эту петельку которую мне закреплена скрепленная вот это вот петельку буду вводить значит петля от стельки петля закрытия и ввожу вместо соединения протянула через все перемычки и закрываю столбик хвостик продлеваю сюда то есть следующий у меня идет вот перемычка следующая по рисуночку да тут теперь у меня следующие две перемычки одну ввожу протягиваю хвостик ввожу следующую и вытягиваю стараясь чтобы хвостик у меня хвостик детали верха остался между соединением двух господи перемычек опять петелька на крючке есть ввожу перемычку одну на детали верха ввожу в первую перемычку стельки поправляю нить ввожу во вторую перемычку стельки протягиваю петлю провязываю столик без накида всю ниточку дальше провязываю здесь идет у меня соединение этот хвостик точно также буду здесь вот закреплять но остановлюсь здесь вот на этом присоединение пока провяжу вот здесь дошла к концу пришивания детали верха мне осталось последняя перемычка наборный ряд на детали верха петелька моей обвязки и я как раз кстати вот граница которую я отмечала размер на две перемычки куда я буду вводить крючок ввожу за перемычку на детали верха за обе перемычки на стельке протягиваю нить через перемычки через петельку на детали верха немножко подтянуть захватывая нить провязываю столбик без накида все деталь верха я присоединила у меня осталась наборная ниточка для дополнительного закрепления я ее протяну через внутреннюю перемычку на стельке зафиксирую и еще раз через следующую и потом я ее пущу вот сюда в обвязку еще за дополнительно скрепив продолжаю дальше вот у меня следующие две перемычки завожу крючок и провязываю столбик без накида продолжаю все точно так же как и пусть и по всему периметру провязки теперь ниточку я провожу сюда под крючок между двух перемычек захватываю нить и протягиваю ее через две перемычки 3 дополнительно закрепила нитку и протянула и вертой здесь на внутренней стороне совершенно ничего не заметно продолжаю до конца встретимся на закрытии ряда немного не довезу до конца вот у меня есть хвостик начала я что делаю дополнительно его зафиксирую как делала с предыдущим хвостиком следующую перемычку и пропущу его здесь вот в тело немного потяну и так же как и тому же способу как и все хвостики зафиксирую его в отвязку и продолжаю здесь на последних перемычках захватываю перемычки вместе с ниточкой которую не нужно зафиксировать вытягиваю у меня остается для присоединения этот хвостик у меня от нити которые фиксировала я его обрезаю здесь обрезаю хвостик буду делать фиксированную петлю вот у меня хвост вот у меня воздушная петля подъема 1 воздушная петля подъема 2 и потом я перешла на соединительные столбики сделаю фальш петлю вот эту второй воздушной петли проведу ее и верну обратно это обычный способ фальш петли подтяну сформирую чтобы у силовника и видно вот этот хвост вот сюда с изнаночной стороны то есть вывожу крючок на то место где он меня должен быть или идем хвостик увожу наизнанку и теперь ввиду этот хвост в тело моих столбика без накида которые у меня идут в отвязки надо бояться что сейчас все как-то деформируется это все исправляется просто нужно будет приложить руку так сказать все подтянул и обрежу хвост этого будет вполне достаточно для закрепления вот так теперь подтягиваю выравниваю оформляю собственно говоря нужно просто потянуть такое соединение вот что получилось готовы мои тапочки такая вязочка я их еще не отпарила не выровняла просто вот такой вот горячий пирожок провязка вернее пришивание обвязка может кому-нибудь понравится такой мой эксперимент но мне нравится вот такая вязочка очень интересная можно конечно здесь дополнительно еще что-нибудь придумать это уже так на мой взгляд можно конечно но это было бы лишним в данном данной модели с трикотажной пряжей возможно с джутом или со шнуром можно было бы что-то и придумать обычная деталь вверх эластичная не думаю что у вас возникнут какие-то вопросы по ее вязанию ну в общем мой эксперимент мне понравился попробую еще такой вариант из джута или возможно из хб шнура потому что как время получится обязательно вам об этом покажу в социальных сетях благодарю вас что вы смотрели мастер-класс до конца потому что рекомендации которые я давала вам пригодятся вы их будете использовать собственно говоря до новых встреч в новых видео пока 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 пока